Если это шутка, то почему так не смешно? На этой неделе депутаты Госдумы подумали и придумали, как можно эффективно бороться с проблемой, которую на днях озвучила Голикова. Это нехватка 11 тысяч учителей по всей стране. А что если на эти должности трудоустроить осужденных за тяжкие преступления, подумали депутаты и внесли соответствующий закон в Госдуму. И я сейчас не шучу. Это Вести Без Киселева, совместный проект каналов Ермак Медиа и реальная журналистика. Привет-привет, мои дорогие, с вами Юля и мы начинаем. Итак, в среду вице-премьер Татьяна Голикова решила поделиться с коллегами своей болью по поводу кадрового голода в средних школах страны. Она заявила, что по самым скромным подсчетам России не хватает порядка 11 тысяч педагогов. И это несмотря на рост студентов на педагогических специальностях. Она, конечно, проблему типа решает, но выходит пока так себе. Вот не люблю разочаровать людей, но в этот раз, видимо, придется, потому как реальная цифра учительского голода как минимум в два, а то и в три раза выше. Ну, потому что каждый учитель сегодня ведет по два начальных класса. И это большая редкость, если еще не бегает преподавать предметы старшеклассникам. И за все за это получает, ну, точно не Оскара. То же самое по отношению к учителям. Эти профессии вызывают уважение только в том случае, если человек служит обществу. Если не стимулом для него является просто, ну, накопить на какую-то красивую машину. И вторая беда, она же заблуждение Голиковой, это рост учащихся на педагогов. На самом деле, если бы тетя Таня умела анализировать, то провалившись в статистику, она бы открыла для себя главный секрет кадрового педагогического голода. На самом деле, дети поступают в ПЕД ради высшего образования или, по-другому, ради диплома. Но работать предпочитают по другим специальностям. Поэтому дельта из получивших корочки и реально работающих по профессии никак не может выровняться. Но зато свой оригинальный способ решения проблемы на этой неделе предложили депутаты. Они заявили, что если давать второй шанс заключенным, то нехватку педагогов можно было бы и сократить. Правда, есть несколько условий. Но скажите мне, когда это заключенные в нашей стране стали второй нефтью? Они и на спецоперации герои, и на гражданке будущие учителя. Не люди, а прям клад какой-то. Причем я вам скажу, что многие депутаты такую инициативу оценили по достоинству. Омбудсмен Волынец, например, заявила, что от ошибки не застрахован никто. И если, например, в прошлом осужденный никого не убил и не изнасиловал, а срок получил за экономические преступления, то почему бы ему не попробовать себя в работе с детьми? Как говорится, урок в радость, пятера в сладость. И действительно, почему? Ведь если закон примут, то известного взяточника Захарченко после отсидки будет мучить только один вопрос. Кем стать? Физруком или трудовиком? Хотя он, конечно, больше по экономике и идеально влился бы в депутатскую среду. Кстати, непонятно, почему господа парламентарии не испытывают свои инициативы сначала на себе? Ну а вдруг человек-то талантливый, ну с кем не бывает? Ну нет, эксперименты наши слуги предпочитают ставить на нас. Вот не удивлюсь, если завтра из-за нехватки полицейских и врачей осужденных будут выпускать досрочно, но с обязательным условием отработки в профессии. Впрочем, не буду нагонять пуха на инициативу, потому как в среду спикер Госдумы Вячеслав Володин призвал отозвать законопроект и не доводить его до заседания и голосования, потому как родители учебу общего режима явно не одобрят. Ну что ж, посмотрим, посмотрим, чем теперь займутся депутаты. А дел-то у них реально немало. Вот, например, недалеко в четверг краснодарский депутат Дованков внес на рассмотрение новый законопроект, согласно которому Лох, Шалава и Бухалова должны навсегда покинуть Россию и российские населенные пункты в частности. Конечно же, Дованков имел в виду название. Ну, типа пустеет Лох и Шалава. А все почему? А просто не хотят жители этих поселков быть причастными к прекрасному, а потому стараются побыстрее покинуть место своего рождения и изменить по этому поводу свою прописку. Ну и типа из-за невозможности переименовать населенный пункт, некоторые деревни и села в скором времени могут просто-напросто быть стертыми с лица земли. А я не могу сказать, как бы рассуждала я, если бы родилась в селе Лох. Но вспоминая капитана Врунгеля и его знаменитую фразу «Как вы яхту назовете, так она и поплывет», я бы, наверное, попыталась доказать обратное. Все-таки смириться с участью куда проще, чем показать людям, что может быть и по-другому. Но так мыслят далеко не все. Поэтому ладно, подумали депутаты, если кого-то оскорбляет Бухалова, то пусть меняют на Курилова. Главное, чтобы после этого поток на СВО не уменьшился. На этой неделе, кстати, Бастрыкин, это глава Следственного комитета, предложил лишать российского гражданства тех, кто отказывается участвовать в спецоперации. С таким заявлением спикер выступил на военно-научной конференции под названием «Сплоченность общества и укрепление межнациональных отношений». Вот только названия мероприятия с предложением Бастрыкина уж больно сильно разошлись в категориях. Ну потому что отношения таким образом точно не укрепятся. А вот другая проблема под названием «бешеный приток мигрантов» может сойти и на нет. А вместе с ней и рост преступности, который, по словам Бастрыкина, в прошлом году увеличился сразу на 37%, а в этом году еще на 31%. Вот только мне непонятно, а чего это глава СК так жалуется, когда под его правой рукой находится кладезь кадрового резерва. Да, учителями русские мигранты вряд ли станут, но научить детей давать подзатыльники, так, чтобы обидчик оказывался в больничке, это всегда за пожалуйста. Кстати, нечто подобное на этой неделе произошло в Самарской области. Затем там опытом ведения боя с русскими подростками решили поделиться детям мигрантов. Результат обучения почему-то никого не устроил. Хотя, почему никого? Местный губернатор, например, заявил, что хоть иностранные дети и заслуживают наказания, однако сеять межнациональную рознь из-за бытового конфликта Губер не советует. Все-таки как-никак дружественные страны. Вот только сам глава региона, как позже выяснилось, у иностранных граждан не в почете. Но это ничего как-нибудь сглотнет, пока не было команды ФАС. А вообще, друзья, это, конечно, все очень печально, но другой жизни у нас нет. Поэтому улыбаемся, машем и включаем канал Ермак Медиа. Каждые выходные у нас всегда есть, что посмотреть. И, кстати, у нас открылся новый канал Ермак Атрекшн, где моя коллега Саша рассказывает про взаимосвязь женщины и мужчины. Переходите по ссылке в описании, будет интересно. Ну а мы с вами увидимся ровно через неделю на том же месте и в тот же час. Всех люблю. Пока-пока.